будет бомба до сидений тягач предназначен для работы в составе автопоезда для буксировки полуприцепа сердце автомобиля этот дизельный двигатель mercedes м470 мощностью 428 лошадиных крутящим моментом 2100 ньютон на метр основная проблема связанная с плутацией данной техники это снижение эксплуатационных затрат поэтому на этом автомобиле неспроста установлен один из самых экономичных двигателей в европе опять же с целью увеличения перевозимого груза установлена оптиматическая подвеска чтобы обеспечить высоту по силу тысяч пятьдесят миллиметров 85 метр 85 то есть вы впринтируете да но вы стоите если говорить о количестве белорусского и кубова то конечно же в наших автомобилях все зависит от того как вы смогли силовой ребят установлен опять же целевая аудитория скажу так что эти системы требуют значительного времени на испытания на доводку эксплуатации нашей техники в различных уголках мира то есть выстрелить эти машины можно не только в латинской америки клуба и вьетнам и так далее достаточно всего-то и география поставок всем добрый день у нас сегодня обзор новинки масса седельного тягача масс 54 40 м7 и рядом со мной заместитель главного конструктора николай локотко который расскажет и проведет экскурсию по вот этому ну так скажем будет бомба да давайте рассказывайте что это за штука седельный тягач предназначен для работы в составе автопоезда для буксировки полуприцепов да в случае этот прицеп повышенной грузово-заместимости 103 метра кубических сам седельный тягач сердце автомобиля этот дизельный двигатель mercedes м470 мощностью 428 лошадиных сил крутящим моментом 2100 ньютон на метр агрегатируется данный двигатель с роботизированной коробкой перед передач mercedes также для снижения расхода топлива установлен гипоидный мост зону гипоидный мост для повышения комфортности водителя и сохранности груза на автомобиле установлено мало листовая передняя подвеска и задняя 4 баллонная климатическая подвеска для увеличить для увеличенного запаса хода на автомобиле установлены два топливных бака в общем объемом 1360 литров с целью обеспечением комфорта водителя установлена новая как облина повышенной комфортности с двумя спальными местами сиденьями повышенной комфортности ну мы наверное зайдем в кабину поза 3 мы все покажем а пока давайте обойдем сам тягач вот расскажите чем он принципиально отличается потому что ну сидельные тягачи мазы они бегают по дорогам и европы и давно на дизелях евро 6 год назад можно найти как раз на нашем канале обзор вы представляли новинку на сжиженом газе да как раз масс вот то что сейчас так скажем требует рынок что сейчас требует международной перевозки и что вот это насколько это удовлетворено в этой премьере в новинке во-первых этот автомобиль предназначен для для международных перевозок это для тех перевозчиков которые эксплуатируют технику в европе опять же вся основная проблема связана эксплуатации данной техники это снижение эксплуатационных затрат поэтому на этом автомобиле неспроста установлен один из самых экономичных двигателей в европе это даймлер опять же с целью увеличения перевозимого груза установлена пневматическая подвеска чтобы обеспечить высоту по седлу 1150 миллиметров можно также предложить что для потребителей мы предлагаем различную высоту 1050 1100 1150 и так далее то есть в угоду того чтобы снизить эксплуатационные затраты и снизить стоимость владения этой техники опять же автомобиль двигатель который установлен он зарекомендовал себя достаточно надежным двигателем ну а у меня такой вопрос многие спрашивают наши зрители сколько мазовского белорусского сейчас вот в наших мазах вот как вы можете ответить что действительно понятно что сейчас идет международное сотрудничество покупаем мы делали кстати обзоры и новых тракторов наших белорусских мтз и говорили о том что многие вещи просто покупаются готовы потому что это дешевле вот конкретно по этой новинке что здесь белорусского а что приходится или наоборот это очень хорошо что вы покупаете именно самый передовый технологий вопрос достаточно сложный в том плане что даже если мы приним покупаем какие-то покупные изделия если говорить о силовом агрегате двигатель коробка то нельзя сказать что это куплено готовое изделие которое можно сразу установить на двигатель надо провести серьезные работы по адаптации самого двигателя самой коробки приспособить это все к электрооборудование автомобиля провести очень большое количество тестов чтобы подтвердить все те необходимые требования по бизнес по безопасности различных систем поэтому это ну скажем так обывательское мнение о том что купили какой-то комплект на какой-то узел или агрегат который позволит ну сразу решить несколько проблем нет всегда приходится проводить адаптацию этого узла поэтому это тоже достаточно большая сложная работа если говорить о количестве белорусского и покупного то конечно же наших автомобилей все зависит от того какой силовой агрегат установлены опять же целевая аудитория этого автомобиля то есть на каких рынках он будет эксплуатироваться поэтому может быть от 50 до 30 процентов покупного давайте пройдем как раз в кабину потому что самое главное естественно для любого водителя хотя понятно такие машины покупают больше руководители и думают начальники но потом в результате на них ездят и днем и ночью сутками как раз водители обычная водитель на можно пускать будет наверно щиток и так мы в кабине новинки премьеры это напомню масс 54 40 м 7 4 на 2 седельный тягач который представил завод наш минске автомобильные в 2019 году рядом со мной заместитель главного конструктора николова катко мы знакомимся с тем что же здесь изменили вы сказали о том что улучшили кардинально внутреннее содержание улучшили кабину давайте сделаем обзор по кабине ну начнем с того что водитель достаточно длительное время находится в кабине и конечно же мы все свои силы все свои разработки направляем на то чтобы снизить утомляемость водителей повысить его производительность труда я сразу просто показываю сиденье пневмо сиденье удобно и как обычно когда садишься подстраивается подрос водителя руль в нескольких направлениях до руль по высоте и по углу наклона регулируйте полости углу наклона установлена новый счеток приборов с цветным же каждый дисплеем 7 дюймов на которой отображается вся информация о работе различных систем автомобиля опять же вы возник водитель может найти какие системы требуют ремонта по каким ближайшее время надо ехать на сервис то есть максимально скажем так тут небольшая революция в электрооборудование автомобиля применяйте мультиплексная система которая позволяет более быстро и точно диагностировать все неполадки возникающие в этом автомобиле ну то есть здесь единая шина до который подключаешься во первых она уже сейчас на приборной приборном щитке уже показывают какие-то проблемы которые возникают обратите внимание у нас пробег этой машины пока только 1486 и обязательно спрошу какие вот ну проходит же машина обкатку и как-то вы смотрите сразу на те проблемы которые возникают потому что в любом случае многие говорят вот ну извините задаю такой вопрос что там наши белорусские там и тракторы и наши белорусские новые мазы вот они сырые и очень часто приходится потом какие-то проблемы решать уже с заводом там по гарантии тогда как это решается вообще есть на заводе прямо сдачное испытание которое проходит к каждый автомобиль это регламентируется в зависимости от назначения автомобиля будь то самосвал или седельный тягач на каждого есть своя программа испытаний есть параметры которые контролируются то есть на самом деле вы открыты для обратного фидбэка тогда мы открыли оборот привет да но помимо всего есть длительное контрольное испытание когда отбирается определенное количество от объемов произведенных автомобилей проводится на нем испытания и краткие контрольные испытания это опять же зависит от объема выпуска автомобилей в котором мы тоже подтверждаем что автомобиль соответствует необходимым требованиям заложенным в конструктор в конструкторской документации они как хотел спросить вот мы буквально недавно делали обзор рассиденного тягача и новый рено и новый ford который сейчас автомобиль года автомобиль года и у нас на канале можно найти новый акт роз который там уже без зеркал и очень много обсуждается как зачем почему и как он будет наших условиях но я вот смотрю даже по интерьеру интерьеру по деталям да вот ну так скажем скромно вот даже по кабине это малая кабина дать небольшая кабина как бывает там добыл добыл да когда но это кабина с высокой крышей да то есть можно стать вопросом остаток это на туннеле нас выбрать на туннеле я я остановлюсь я сейчас становлюсь на да вот вы становитесь становитесь на месте пассажира и в общем-то хватает какой у вас рост метр восемьдесят пять метр восемьдесят пять то есть вы в притирочку да но вы стоите да очень важно обратите внимание вот так вот насколько вы вот как зам главного конструктора и вообще конструкторское бюро маза смотрит на конкурентов изучает новинки конкурентов использует вот с одной стороны можно сказать что у нас же есть школа автомобилестроения наша белорусская мы гордимся эти давайте я так отвечу что наши конкуренты до наши враги но не враги конкуренты это суровые друзья то есть они нас заставляют двигаться в каких-то в нем вопросах мы их заставляем двигаться конкуренция это двигатель прогресса поэтому конечно же мы смотрим за передовыми тенденциями которые есть в мировом автомобилестроении да и в частности все что касается не только технической части автомобиля но и интерьер экстерьера кабины опять же и дизайнерских каких-то решений мы живем в европе поэтому и опять же мы смотрим целевой рынок где машина будет эксплуатироваться но и конечно же тут немалую важную составляющую имеет цена поэтому мы прекрасно знаем на какого потребителям ориентированы для чего эта техника покупать ну а вот ориентировочно какая какой прайс и так скажем плюс-минус на эту новинку и действительно вот кому она предназначена давайте что касается цены для разных рынков до для разных рынков плюс это коммерческий вопрос очень сильно зависит именно от комплектации автомобиля да то есть это и установка кондиционера и опять же электронной системы которые не обязательны для белоруссии для стран россии то есть это про порядка 30 процентов может быть разница то есть это простой до скажем так комплектации очень богатый но самое важное что цена конкурент цена конкурент считывается в первую очередь чтобы продать да цена конкурентная но опять же низкий автомобиль не завод всегда славился своей школой мы гордимся мы были одними из пионеров в разработке среди стран советского союза магистральной техники нашу технику узнали в европе мы участвовали даже кольцевых гонках да то есть мы хотим сохранить эти тенденции не просто сохранить сохранить пытаться это как бы слабо поэтому надо приумножать поэтому мы вынуждены двигатель двигаться вперед и предлагать новые решения ну а вот если говорить о сильных сторонах кроме цены вот вы сказали что понятно в первую очередь масс нас наш конкурирует но я смотрю даже по последнему году по последним нескольким годам все-таки камаз поджимает и россияне ну извините меня они вкладывают приличные деньги и не только финансовые средства но и интеллектуальное средство потому что я смотрю интересные модели я смотрю как россияне продвигают так агрессивно свой бренд и даже на наш белорусский рынок вот такие сильные стороны все-таки маза седельных тягачей маза вы как конструктор знаете и чем мы действительно можем брать здесь конкурентов ваших лютых друзей конкурентов но начнем с того что мы действительно делаем машины с запасом да то есть запас надежности вы всегда есть и это традиционно сохраняется опять же эксплуатация нашей техники в различных уголках мира да то есть вы встретите этим эти машины можно не только европе но и там латинской америки куба и вьетнам и так далее то есть это достаточно широкая география поставок все это влияет на опыт именно проектирования автомобильной техники опять же в магистральных перевозках мы имеем богатый опыт проектирования богатый опыт именно эксплуатации этой техники поэтому все проблемы и трудности с которыми сталкивается эксплуатирующая организация мы прекрасно знаем и не то что мы стараемся их при проектировании новой уже заложить для того чтобы не повторить каких-то ошибок да плюс у нас богатый опыт работы с нашими поставщиками это действительно там с тем же миша весом или zf мы пользуемся передовыми технологиями то есть потребитель наш получает уже автомобиль который соответствует всем последним передовым достижениям ну то есть взять тоже новинку мы говорили уже что у нас здесь использован двигатель это уже какие требования это экология евро-6 евро-6 да это последние самые жесткие требования которые силы то есть это экологии если мы говорим о силовом вообще силам играть этот двигатель коробка до коробка роботизированная коробка зато коробка mercedes mercedes и коробка и грубо говоря управление идет на подругом переключатель это тоже достаточно удобно и практично то есть ретардер коробка все на подругом переключатели извините такой американский вариант ну начнем с того что водитель удобнее управлять именно не снимая рук с руля да то есть все сейчас вся большая семерка до переходит именно на вот такой вот такой тип управляния коробка передач обратите внимание что у вас прям под рукой рычаг переключения передач такая штука впервые в базах на евро-6 да да был были у нас роботизированной коробки когда джойстик стоял на подло на подлокотнике на теперь мы перешли на такое решение стояночный тормоз до я начну обилие кнопок я так понимаю что здесь уже максимально фаршированные машины смотри что и круиз-контроль и системы слежения за разметкой да я так думаю что уже крутится в голове и автономные какие-то вещи да начнем с того что автономная конечно же используют эти системы и скажем так нет работав эти системы на наших автомобилях к автономным автомобиль даже подходить не стоит но скажу так что и эти системы требуют значительного времени на испытание на доводку и имеете системы мы показываем что мы идем в ногу со временем ну что же давайте резюмируем итак мы с вами в новинке в премьере это маска 5440 m7 седельный тягач 4 на 2 19 год мы с вами в кабине мы здесь видим спальное место два спальных места достаточно скромных так скажем по сравнению с конкурентами 700 метров ширина но с другой стороны это есть это очень хорошо у нас не огромное обратите внимание достаточно тонкие сиденья сиденья тоже поставщиков это когда выбрать сиденья тут опять оговаривается именно какой потребитель захочет можно поставить сиденье если можно поставить ряд можно поставить граммер можно 7 чехи тут именно выбирает уже потребитель то есть вариантов по комплектации данного автомобиля достаточно большое количество поэтому это как как демонстрация одного из поставщиков то есть мы можем поставить такие сиденья ну и еще раз напомню что это максимально насыщены умными системы автомобиль которым впервые применена вот эта схема и с подрулевым переключением и роботизированной коробки передач с подрулевым переключением здесь огромное количество умных систем в любом случае, конечно же требует испытаний требует обкатки эта машина и мы желаем, чтобы в самое ближайшее время она не просто вышла на рынок но и получила хороший фидбэк кстати, если наши зрители многие, которые уже испытывают седельные тягачи масс и будут писать комментарии мы обязательно тогда вам будем передавать потому что очень важна обратная связь ну и конечно хочется пожелать удачи вообще Минскому автозаводу с премьерами, с новинками с удержанием рынка и завоеванием новых спасибо вам огромное субтитры сделал DimaTorzok